Продолжаются открытые сессии советов сельских поселений. Наша съемочная группа побывала в станице Черноярковской, где на сессии о проделанной за год работе отчитался глава поселения. Подробности этого события в нашем репортаже. Около 4,5 тысяч жителей проживает в населенных пунктах Черноярковского сельского поселения. Это люди самых разных профессий. Учителя, рисоводы, рыбаки, строители. И все они своим трудом способствуют тому, чтобы их родное поселение жило и развивалось, внося свой немалый вклад в социально-экономическое развитие района и всей Кубани. В поселении 6 крупных и средних хозяйствующих субъектов, 11 крестьянско-фермерских хозяйств и 51 индивидуальный предприниматель. В докладе главы сельского поселения было сказано, что за 2019 год выполнены все плановые показатели по формированию бюджета. Собранные средства направлены на развитие социальной сферы и благоустройства. Поселение успешно участвует в различных программах на условиях софинансирования. Здесь хорошо работает территориальное общественное самоуправление. На территории членско-фермерского поселения расширяют свои деятельности 7 органов ТОС администрации поселения. Тесная связь с ними дала определенные результаты в области решения проблем ЖКХ, активно других по гоустройству вопросов. ТОС, в котором участвуют в организации границы поселения, электродеплогазоснабжение, снабжение населения топлива. Председателем ТОСа являются одинокопроживающие, малоимущие семьи с печечным отоплением. Администрация поселения готовила и достала трава. Такой котелли 28 семей. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в поселении четко работает одна команда, которая понимает, что приоритет должен отдаваться развитию экономики. Имея растущий бюджет, можно успешно решать все проблемы. Я уверен, что Николай Петрович со своей командой будет искать возможности для того, чтобы больше зарабатывать. Но мы услышали с вами, что Черноярковское сельское поселение участвует в краевых программах, участвует во всех программах по жилищно-коммунальному хозяйству. Благодаря этому были отремонтированы башни Рожновского, заменены водопроводы, прогрессированы дороги, асфальтобетонным покрытием ряд дорог было выполнено. Это правильно. Роман Сенеговский рассказал собравшимся о социально-экономическом развитии района в минувшем году. А сделано по всем направлениям было очень много. Укрепляется материально-техническая база здравоохранения, шаг вперед сделало образование, улучшается благоустройство. Затем жители поселения озвучили ряд вопросов, которые их беспокоят. В частности, это касалось медицинского обслуживания. Терапевт должен был посещать наше поселение два раза в неделю. Он посещает его два раза в месяц. В действительности мы обещали, что будет терапевт сюда ездить дважды в месяц. Два раза в неделю никогда никто не обещал. Это сделано и в том числе и для приема жителей здесь, в Черноярковске, и для того, чтобы он лежал в куторах. Никакой физической возможности на сегодняшний день нет. Кроме того, терапевт, который едет сюда, мы ее забираем, и в том числе и в город. Плюс этот же человек должен и в отпуск сходить, и на обучение съездить. Поэтому реально забрать сюда человека на два раза в неделю невозможно. Пока не появится у вас свой человек здесь второй, третий. Дефицит квалифицированных медицинских кадров – вопрос очень актуальный. Глава Славянского района подчеркнул, что будут рассмотрены все возможности его решения. Проблемы здесь, конечно, еще есть. Но глава сельского поселения старается правильно расставить приоритеты и потратить бюджет поселения на самое неотложное – дороги, освещение, благоустройство. Ухоженно, чисто, дороги хорошие. Хотя часто очень жалуются, что в деревнях, в станицах плохие дороги. Здесь, к счастью, очень даже в хорошем состоянии. Все, что есть и садик, и школа, и музыкальная школа, и дворец культуры. Очень много работают здесь с детьми. Воскресная школа есть, церкви тоже много с детьми работают. Конечно, уделяется внимание и благоустройству, и та команда, которая сегодня стоит у руля станицы. Конечно, заботится о том, чтобы наша станица выглядела достойно и занимала достойное место в Славянском районе. Конечно, жители у нас тоже самобытные. Рыбалка и охота – это все, конечно, черноярковское. Мы любим свою станицу, дорожим ею и с честью называемся черноярковцы. Решением Совета Черноярковского сельского поселения работа главы и администрации была признана удовлетворительной. Станица Черноярковская, чья история насчитывает уже более полутора веков, по-прежнему молода и энергична. И эта энергия позволяет ее жителям уверенно смотреть в будущее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».